Сейчас наблюдаем как раз ролик к будущему второму поединку Прелима. Тамурат Зеленова Бида в Дагестан, Россия против Диаса Элинга Ипова, Казахстан. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Асламбек, что-то мне подсказывает, что мы сейчас с вами увидим еще одно побоище. Вот как в первом поединке, я думаю, что вот здесь что-то подобное мы также с вами будем лицезреть, потому что, зная давно очень Мурада Зеленова Бида лично, он сверх талантливый парень. Базовый ударник, который очень полюбил борьбу. Ну да, а вы очень хорошо знаете Диаса. Да, я знаю, в принципе, и Мурада, я даже был на дебютном поединке Зену Лобидова в Москве. Вот внутренний лоу-кик сразу от Диаса Элинга Ипова. С обоими хорошо знаком. Левша Диас. Да, сверх талантливый. О, колено прыжковое и точное попадание. Как сейчас Диас выдержал этот удар, хотя пропустил точно и очень жестко. Да, и тут же захват. Попытается сейчас провести удушающий Мурад. Очень опытный боец, конечно, Мурад. Все мы это знаем. И Максим вам подробно рассказал о его карьере. Да, понимаете, Мурад сейчас так уверенно действует, что почувствовал, что попал. И, видимо, он чувствует, что может завершить досрочно даже этот поединок. Попал-то он очень серьезно. Прыжковое колено. Флайни. Причем так нестандартно скрыл его. Диас как раз перемещался в ногу. Потенциально желая, естественно, схватить ее и перевести в тейкдаун. Но там и рядом того и не случилось. Да, нужно, можно заметить, что превосходит своего соперника в габаритах Мурад Зинулабидов. Мурада, напомню вам, друзья, я уже говорил об этом, на 70 кг даже был опыт выступления. Да, 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 выступал в нескольких весовых категориях. Конечно же, превосходит он в габаритах своего соперника. Ну и пока, как мы видим, довольно-таки в спокойной манере, довольно-таки уверенно действует. И на 61 у него было также вот это одно поражение, которое у меня сказал. У него не было поражения на весовой дивизион 57 кг. А сколько поединков в этом весе провел Мурад? Несколько, немного, да, совсем немного. Его, конечно, большинство боев было на 61. И там все же было одно поражение. Да, вот Чеха, Грассмасса. Посмотрите, какая гематома у Христиани Павла. Конечно, тяжеленный удар пропустил он с колена. Сейчас Мурад чувствует уже такое, знаете, преимущество незримое, которое он заполучил своим эффективным и эффектным попаданием. Очень важное для лиги WFCA в стратегическом плане противостояние именно весовой категории до 57 кг. Здесь подобрались очень хорошие спортсмены. Есть Юнус Ивлоев, финалист гран-при Ахмат 2016. И Шамиль Ирасханов, также подающий большие надежды. К сожалению, для него потерпевший первое поражение в последнем поединке. Есть Бруно Азаведа, победивший Ирасханова. Есть Педро Нобре, подписанный недавно в эту организацию. И как раз-таки вот эти два спортсмена, кто из них победит, пойдет дальше именно в этой титульной гонке. И вот, пожалуйста, попытка удушающего приема со стороны Мурада Денуалбидова. Гильотина. Ну, маловероятно. Гильотина пока терпит, пока терпит. Вот, переходит на... Он здесь взял, вроде бы. Да, переходит на... Хотя нет. Дарш Чоук есть такой удушающий. Да, видите, с какой легкостью выходит Мурад. Здесь, конечно, да... Такое очень серьезное преимущество он имеет. Да, есть, есть. И только в физических возможностях. Асламик, если вы заметили, по технике он также имеет это преимущество. И по исполнению этой техники. А исполнение на высочайшем уровне. Вот заправляет ноги Мурад Денуалбидов. Занимает позицию бэкмаунт. И отсюда проводит добивание. Как раскрывает защиту. Он раскрывал ее, и вот мы увидели. Специально зайдя уже за шею, сейчас будет осуществлять удушающий. Очень высокая вероятность, что он этот удушающий сделает и отказывается. Сдается Диас и Ренгаипов. И получает свое первое поражение в рекорде. Да, и естественно, сразу же Мурад Денуалбидов такое уважение обращает к президенту Всемирной бойцовской лиги Ахмата. Абузаиду Джандаровичу и Смурадову. И такая тишина была в зале. И Смурад призывает, ну поаплодируйте, поаплодируйте. Конечно, достойно уважения поведения Мурада. Да, и здесь, конечно, на голову он сильнее был своего оппонента. Да, не увидели мы того ресталища, который был в первом поединке в Брелемах. Но я вам скажу, что Мурад, я не зря его предметнейшим и подробнейшим образом анонсировал и рассказал о нем все. Единственное, этот парень не сказал, что семья, он очень сильно скучает по семье. И цель поставил выиграть пояс чемпиона Лиги Ахмат и на этом, может быть, даже и завершить карьеру. Смурада Зеленолобидова. Боец Дагфайтерса. Очень с большим важным.